В Беларуси с 1 января ведут новый тарифный план на электроэнергию для энергоемких производств. Предусмотрено выделение шести групп производств потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу, чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии. Очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа пройдет на этой неделе. О таких планах рассказал министр энергетики Виктор Каренкевич. Глава Минэнерго также добавил, в стране проведут оценку возможности строительства второй АЭС. Это сделают в следующем году. В белорусских медучреждениях работают колл-центры по вопросам COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве. Специалистам можно задать вопросы о получении лечебно-диагностической помощи, о том, как правильно вести себя с больным COVID-19 и контактами первого уровня, а также о соблюдении профилактических мероприятий в период эпидемии. Бабручан приглашают на предрождественские предновогодние ярмарки. Они пройдут 24 декабря и с 29 по 31 число. Торговля развернется на социалистической. Пешеходная зона от Карла Маркса до Держинского. Покупателям предложат широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Время работы ярмарок с 10 до 3. Бабручанка стала серебряной призеркой Кубка мира по самбо. Состязание проходило в Москве. Анастасия Грещенко выступала в весовой категории свыше 80 килограммов. Среди 14 стран участник женская сборная Беларуси заняла третье место, уступив командам из России и Румынии. Румынии.